Этот тест – серьезное испытание вашей интуиции и проницательности. Думаете, вы можете понять все о человеке, просто взглянув на него? А сможете отличить знаменитых серийных убийц от безобидных детских поэтов? Сейчас проверим. Я покажу вам 15 фотографий. Ваша задача – отличить, где серийный убийца, а где детский поэт. Итак, давайте начнем. Посмотрите на эту фотографию, кто этот мужчина. Это советский серийный убийца Владимир Иоаннисян, тот самый Мозгас. Продолжим фотография номер 2. Серийный убийца или детский поэт? Это прекраснейший российский детский поэт Артур Геворгизов. Фотография номер 3. Серийный убийца или детский поэт? А это британский серийный убийца Деннис Нильсон. Продолжим. Посмотрите на этого мужчину. Серийный убийца или детский поэт? Это известный ленинградский автор Олег Григорьев. Фотография номер 5. Серийный убийца или детский поэт? Это знаменитый итальянский сочинитель Джанни Радари. Продолжим. Посмотрите на этого мужчину. Серийный убийца или детский поэт? Это знаменитый серийный убийца Дэвид Берковиц, он же сын Сэма. А сможете понять, кто этот мужчина? Это российский серийный убийца Михаил Попков. По количеству жертв превзошел самого Андрея Чикатило. Посмотрите на эту фотографию. Кто этот мужчина? Это американский поэт, автор детских книг Шел Сирвистайн. Юным читателям также известный, как дядюшка Шелби. Всмотритесь в глаза этого мужчины. Он серийный убийца или детский поэт? Это Анатолий Сливко, советский учитель, руководитель детского турклуба и маньяк, убивавший школьников. А сможете понять, кто этот мужчина? Перед вами американский маньяк Деннис Рейдер. Продолжим. Следующая фотография. Кто это? Серийный убийца или детский поэт? Конечно же детский поэт. Это Борис Захадер. А этот мужчина? Серийный убийца или детский поэт? Это замечательный российский детский поэт Михаил Яснов. Продолжим. Следующая фотография. Кто это? Серийный убийца или детский поэт? Это британский врач и одновременно серийный убийца Гарльд Шимпан. Его жертвами становились, как правило, пожилые женщины. Посмотрите на этого мужчину. Кто он? Серийный убийца или детский поэт? Это знаменитый Тед Банди, один из самых известных серийных убийц. Ну и последний вопрос. Кто это? Серийный убийца или детский поэт? Это поэт Генрих Сабгир, известный всем хорошим мальчикам и девочкам. Ну а теперь подсчитайте, сколько правильных ответов у вас получилось, чтобы узнать уровень своей интуиции. Если у вас от 0 до 5 правильных ответов, то ваша интуиция спит. Причин может быть много. Ваша голова занята другими вопросами, вас отвлекали, у вас плохое настроение или угнетенное состояние. Но более вероятно, что вы в принципе не полагаетесь на свою интуицию, а доверяете лишь аргументам и фактам. Если у вас от 6 до 10 правильных ответов, то ваш результат считается средним. Если вы хотите большего, необходимо больше тренироваться и чаще прислушиваться к себе, анализировать происходящее событие и вспоминать, что с вами происходило до них. На этой основе делать соответствующие выводы. Если у вас 11-15 правильных ответов, то это результат очень высокого уровня. Как правило, неправильный ответ – это случайность. Появляется либо в самом начале, когда человек недостаточно сконцентрировался, либо в самом конце, когда стал подключаться разум и аналитические способности. А сколько правильных ответов получилось у вас? Своими результатами обязательно делитесь в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.